Привет всем, друзья! Наконец-то я добрался до седьмого сезона Войны Клонов, позже остальных, конечно, но я сейчас объясню, в чём дело. Ежегодно в декабре я устраиваю себе марафон и просматриваю все фильмы вселенной Звёздные Войны. Вот, но в этом году я решил ещё зацепить мультсериалы Войны Клонов, Повстанцы и так далее. Я до этого не смотрел и мне некоторые друзья, ну, пару друзей говорили, типа, ты чё, посмотри, там столько всего интересного и так далее, ещё больше узнаешь. И реально, я вот смотрю, ну, после атаки клонов, ой, да, атаки клонов, я решил посмотреть Войны Клонов и в итоге вообще просто поражён. Это очень круто. Шикарная Асока Тана. Прям вообще, я не знаю, с мультфильма, как только посмотрел, когда она появилась, всё, сразу влюбился в этого персонажа. Очень круто. Полно, конечно, ненужных серий, но, в принципе, я все смотрел и всё равно где-то было интересно. Вот. Седьмой сезон вышел в двадцатом году, так что, я думаю, в принципе, неплохо. Не так уж и поздно я. Вот. И ещё я хотел сказать для тех, кто жалуется, типа, я обрезаю картинку, я сам смотрю реакции американцев, ну, три канала, которых я смотрю. Они обрезают картинку, чтобы Дисней не блокировал реакцию. Вот. Кто-то накладывает там какие-то надписи сверху картинки, кто-то увеличивает там как-то, кто-то уменьшает этот яркость. Ну, прозрачными делают. Я всё это делать не хочу, и звук как-то, я не знаю, у меня просто не получалось скрыть. Вот. А если обрезать и оставлять только какие-то нужные моменты, то, в принципе, норм. Я привык так смотреть реакции американцев, поэтому, собственно, сам так делаю. Так что, если что, не гоните на меня. Вот. Если интересно, смотрите. Не интересно, не смотрите. Ну, а теперь давайте приступим к первому эпизоду. Вообще, наконец-то, я так долго хотел посмотреть. Всё что-то вот эти дни, там, не получалось, не получалось. Вот. Ну, ладно, всё. Смотрим. В озвучке Lost Film. Не нашёл в него фильм вообще нигде. Может, есть, конечно, где-то. Связные войны. Войны клонов. Принимай различия в других и обретёшь самого себя. Дроиды захватили основной производственный комплекс. Скоро сепаратисты выбьют нас из Анаксиса и лишат резервный флот снабжения. Дроиды аналитически прогнозируют наши стратегии. Первое применение новой тактики всегда эффективно. Далее всё меньше. Чем дольше мы используем одну тактику, тем успешнее на неё реагируют. Их контратаки слишком точны, потому что они соотносят их с моими действиями, моими методами. Если дроиды научатся побеждать его, под угрозой окажутся все. Рекс. Рекс красавчик, конечно. Что добавить? Нет, генерал. Как будто что-то заподозрил. Давай, Рекс. Выдвигаемся. Мне кажется, Эхо жив. Просто невозможно. Он погиб в цитадели. Все тактики, которые клоны используют сейчас против нас, были когда-то составлены мной вместе с Эхо. Я вот не помню, конечно, как он там погибал. Возможность маловероятна. И, скорее всего, плод твоей надежды. Берегись! Они зовут себя бракованная партия. Неплохо. Кавалерия прибыла! Ничего себе, Рэмбо. Они правда клоны? Что-то не очень похоже. Дрался с самцом Ялбека? Нет, не доводилось. Повезло. Прикончить их можно лишь этим. Самцы пытались сожрать нас. Если точнее, с нами пытались спариться. И, кстати говоря, на некоторых планетах жало королевы Ялбеков считается деликатесом. Мы не привыкли работать с бычками. Чего? Он так называет обычных клонов. Не принимай близко к сердцу. Наша цель — этот киберцентр. Он служит мозгом компании сепаратистов на Анаксисе. Да я уничтожу его! Одной рукой! Да! Тупые дроиды. Огонь! Они вот так вот прям в нагу хотели пробраться? Мы падаем. Коди, сюда! Он застрял. Нужно что-то делать. Да ну нафиг. Чё, корабль? Займём оборону и пусть идут к нам. Не согласен, капитан. Мы работаем не так. Предпочитаем идти навстречу. Четверо против. Армии. Тупые дроиды. Неплохо, неплохо. Этого они точно не ожидали. Слушай, прицельчик, а ты ему понравился. Мы хотели доложить вам лично, сэр. Мы столкнулись с необычным проникновением. Они использовали совершенно новые тактики. Занимательно. Походу, реально всё-таки я хожу. Ну как им ещё знать всё тактики? А чем выделяется охотник? Тем, что может их терпеть. Он обладает усиленными чувствами. Артипоклоны X могут ошибаться. Охотник никогда. Все со способностями. Опусти его. Лучше не лезь. Мы боремся за одну цель. Так? Ну? Берём их штурмом. Я только за. Кланы в атаку! Сажу. Уже закончили? Ну вот. Неплохо. Они захватили данный пункт и бросили его. Я не смог вывести логику данного нападения. Нас ждёт нападение когда? Рэкс, мы тут действовали аккуратно. О-оу. Вот алгоритм. Нам нужна программа с этой частотой. Это биологический сигнал с другой планеты. Малый скак. Нифига, они так нормально перестреляли там. Чё, нельзя там как-то обломать? Перестреляли бы всё. Пропажа данных не обнаружена. Был только произведён сеанс связи с Малым скаком. Что? Он ещё жив. Так, ну он либо перешёл на другую сторону, либо его как-то используют. Не знаю. Сама серия, в принципе, неплохая. Прикольно было увидеть эту бракованную партию. И капец, какие они мощные. Особенно этот здоровяк. Вот. Блин, ну, я не знаю. В принципе, красавцы. Благодаря им они, в принципе, и прошли дальше. Потому что действовали не так, как обычно действовали клоны. Вот. Но... Мне кажется, серия не такая уж и важная. Как бы тоже. Хотя, не знаю. Посмотрим, что будет дальше. Вот. А так, ну, в принципе, неплохо. Хочется, конечно, уже видеть джедаев именно. Жду возвращения Асо Китана. Я думаю, скоро она появится. Ну, в третьей, может, где-нибудь. Может. Не знаю. И мне интересно, что с графом Дуку. Потому что я его не видел в трейлере. И интересна роль Дарта Мола в этом сезоне. Вот. Ладно. Следующая серия. Я так понял, завтра. Так что подписывайтесь на канал. Пишите комментарии. Ставьте лайк этому видео. Спасибо всем за внимание. Всем пока. Check it out.